Друзья, всем привет! С вами Олег Сергеев, компания TSI Analytics. Сегодня время нашего традиционного обзора, и я для вас подготовил очень интересную информацию. Сегодня мы поговорим о том, сколько стоит провернуть атаку 51%. Мы будем рассматривать данный вопрос на примере очень интересной статьи, в которой приводится расчет стоимости атаки 51% в сети Ethereum Classic. Сначала давайте вспомним, что такое атака 51%, возможно, кто не знает. Атака 51% это состояние, когда более половины его числительной мощности сети, криптовалюты, контролируется одним майнером или группой майнера. Итак, что это дает, какие можно получить с этого выгоды. Переходим непосредственно к этой статье. Сразу скажу, ссылку в описании добавлю. Итак, обладая мощностью более чем 51%, майнер либо группа майнеров может Первое. Предотвращать подтверждение тех или иных транзакций. Второе. Выполнять двойное расходование токенов. Третье. Проводить в том или ином виде DOS атаки против определенных адресов. Это могут быть биржи, другие майнеры или пулы. Ну и соответственно, все это в целом способно подорвать доверие к такой сети с очень высокой вероятностью вызовет значительное падение курса валюты. Ну и так, коллеги. Сколько стоит такая атака? 51%. Существует классическая модель расчета, которая основана на стоимости приобретенного оборудования. Итак, переходим к формуле. Общий хешрейт сети разделить на эффективный хешрейт майнера. Мы получим необходимое число юнитов майнинга. Потом число юнитов майнинга умножаем на стоимость юнита майнинга плюс стоимость электроэнергии. И получаем непосредственно стоимость атаки 51%. Возможно, сразу немножко сложно звучит. Сейчас на примере разберемся и будет понятней. Итак, по поводу, на примере хешрейта эфир классик. Считаем. Хешрейт эфир классик в среднем составляет 7000 гига хэшей в секунду. Наиболее эффективные майнеры это антимайнер E3 с показателем 0.18 гига хэшей в секунду и Radeon RX 480 с показателем 0.025 гига хэшей в секунду. Соответственно, по первой формуле проводим расчет. 7000 разделить на 0.18 у нас получается почти 39000 единиц антимайнера E30. Необходимо. Идем дальше. 38888 умножаем на стоимость юнита майнинга, если вы помните из формулы, на 2150 в нашем случае. Получаем почти 83 миллиона долларов. Добавляем к этой сумме 150 тысяч долларов. Это расходы в день на электричество. И получаем порядка 85 миллионов долларов с учетом расходов на электричество на несколько дней. Проведя те же самые расчеты только для Radeon RX 480, мы получаем около 55 миллионов долларов. То есть, как вы видите, очень существенные суммы. Таким образом, мы вполне можем предположить, что стоимость атаки 51% на Ethereum Classic сегодня составляет от 55 до 85 миллионов долларов. Ну или в среднем 70 миллионов. Автор статьи уверен, что на протяжении многих лет в спорах об атаке 51% и ее стоимости участники обычно приходят к следующим положительным выводам. Первое. Это порог входа. Очень высок. Необходимо покупать майнеры, настраивать фермы и логистику. И второе. Даже если у вас все эти есть мощности, гораздо разумнее будет майнить коины, чем атаковать сеть. И, соответственно, вот автор данной статьи, он эти выводы не считает обнадеживающими и пытается оспорить данных два вывода. Ну и первое. Порог входа. Нельзя забывать, что многие Proof of Fork блокчейны используют одни и те же алгоритмы хеширования. Особенно это касается форков. Вот ETH Classic использует тот же самый алгоритм хеширования, что и простой ETH. Это значит, что не нужно ничего настраивать и покупать. Если уже кто-то майнит ETH и его пул составляет хотя бы 2,5% хешрейта ETH, то вы переключаетесь на майнинг ETH Classic, это сразу составляет 51% от всей хеш-мощности ETH Classic. То есть, во-первых, вообще пропадает порог входа, и во-вторых, стоимость атаки 51% на ETH Classic в этом случае для вас будет равна лишь упущенной выгоде от майнинга ETH в день. Что для майнера, как в данном случае, в примере 2,5% от общего хеша ETH составляет примерно 525 ETH или около 380 000 долларов в день. А значит, такова и будет нынешняя цена атаки 51% на ETH Classic. И при том, что капитализация сети ETH Classic сегодня составляет примерно 2 миллиарда долларов. Второй вывод. Лучше майнинг, чем нападать. С мощностью 7000 ГГц за секунду, которая составляет примерно 2,5% от хеша сети ETH, как мы уже убедились, можно заработать 525 ETH или около 380 000 долларов в день. Однако, атаковав сеть ETH Classic и при этом заранее совершив короткую маржинальную продажу на рынке, можно получить выгоду от 300 до 1000% за счет падения цены ETH. В дальнейшем автор покажет необходимые расчеты. Это так называемая альтернативная лизинговая модель атаки 51%. Не классическая, которая основана на покупке оборудования, а альтернативная лизинговая модель расчета стоимости, которая работает за счет лизинговых хеш мощностей, которые осуществимы на практике для коинов с тем же хеш алгоритмом. То есть, к примеру, биткоин и биткоин кэш, эфир и эфир классик, Zcash и биткоин голд и так далее. В таком случае, согласно данной методике, стоимость атаки 51% равняется доход на гигахеш в секунду умножить на общий хеш целевой сети. Рассмотрим на примере. Ежедневно создается порядка 20,5 тысяч эфира. Общий хешрейт сети эфириум составляет 275 терахешей в секунду. Отсюда доход на терахеш в секунду составляет 75 эфиров в день. Ну и минус расходы на энергию. Итого 75 эфиров в день дохода на терахеш в секунду умножить на 7. Это, как вы помните, общий хеш эфира классика в тысячах. Ну и мы получаем ту же самую цифру, это 525 эфиров в день. Таким образом, да, вот такие у нас есть промежуточные выводы. Таким образом, если майнер эфира с потенциалом 2,5% общего хеша в сети переключается на майнинг эфир классика, то он уже будет контролировать 51% общего хеша эфир классик, что снижает цену атаки на эфир классик до 525 эфиров в день. Теперь разберем прибыльность атаки при падении курса. Как мы обнаружили, традиционная методология расчета атаки 51%, исходя из стоимости приобретения майнингового оборудования, может совершенно не подходить для сетей, общий хешрейт которых значительно меньше, чем у других сетей с тем же алгоритмом хеширования. В таких случаях для выполнения подобной атаки хватит и незначительной части от вычисляемой по традиционной методологии стоимости. Намного более привлекательным способом получения выгоды предоставляется предотвращение подтверждения транзакций в сети и проведение DOS-атак на бирже и другие пулы. Почему? Потому что в результате станет ясно, что сеть находится под атакой 51%, что в свою очередь снизит доверие к данной криптовалюте и в конечном счете приведет к значительному падению Е-цены. Так называемый принцип, точнее так называемый консенсус Накамото был разработан исходя из предположения, что рациональные майнеры и собственных финансовых интересов не станут проводить подобную атаку, так как они не могут извлечь выгоду из падения цены. Но, как мы уже знаем, что сегодня, спустя сколько-то лет, 9 лет, это предположение уже довольно-таки устарело. Появились крупные биржи с достаточной ликвидностью, которые позволяют открывать короткие маржинальные позиции. То есть сделки на продажу с плечом от 2,2 до 100 и больше и получать значительную прибыль на падение цены. Это биржи вроде Poloniex, Bitfinex, Kraken, Jedax и так далее. Тут у нас есть еще и плюсы и фьючерсы, которые также можно продавать. Присутствуют CFD контракты на различных брокерах. То есть возможности более чем достаточно. Сейчас мы рассмотрим такой вот реалистичный конкретный пример прибыльной атаки. Ниже приведен слайд, который представляет собой так называемую симуляцию. Тут указан по вертикальной шкале это процент доходности от падения цены актива. Ну а по горизонтальной шкале соответственно указана глубина падения. Кривые представляют собой разные плечи. Ну и соответственно умеренно консервативным вариантом могла бы быть продажа кредитным плечом от 5 до 8 при падении цены в диапазоне от 35 до 50% цены. Автор тут указывает о том, что не забывайте, что стоимость атаки, как мы уже вычисляли выше, составляет 525 эфиров или 380 тысяч долларов в день. Так что если вы еще не майнер, а просто инвестор и собираетесь арендовать майнинговый пул мощностью в 7 терра хэш за секунду, а именно такая мощность необходима для того, чтобы контролировать 51% майнинга эфир классик, его вам с радостью сдадут в аренду за любую сумму свыше соответственно этой суммы 380 тысяч долларов. То есть больше чем сами владельцы пула смогли бы заработать на своем оборудовании путем майнинга. Скажем, мы платим им 500 тысяч долларов, а всего в атаку инвестируем 1,5 миллиона долларов. У нас в распоряжении еще остается 1 миллион долларов на то, чтобы открыть короткие позиции по эфир классику на любых биржах по своему усмотрению. Дальше автор пишет, что если относиться к этому как к серьезной возможности для инвестиций, то мы должны определить глубину, ликвидность рынка, то есть то, сколько рынок реально может выплатить. Средний торговый объем по эфир классик сейчас находится на уровне 150 миллионов долларов в день. Соответственно мы можем принять это число на заметку при расчете ликвидности и попробовать произвести расчет для более масштабного вложения. В данном случае наша инвестиция будет составлять, к примеру, 55 миллионов долларов. Мы возьмем в аренду хэш мощности у майнингового пула на 10 дней, заплатив за это 5 миллионов. И откроем короткую позицию по эфир классик на оставшиеся 50 миллионов. Ниже будет представлен очередной слайд, также с симуляцией. Можно будет увидеть, что если инвестировать 50 миллионов долларов в короткую позицию по эфир классик, с кредитным плечом 35, это вот сиреневая диаграмма, при падении цены на 50 процентов это принесет около почти 1 миллиард долларов. Если же цена продолжит падать, можно будет заработать еще больше. При 90 процентов падения это уже даст порядка 1,8 миллиардов долларов. А если это кредитное плечо считается очень большим, то можно увеличить вложение, соответственно, с 50 миллионов до 200. И такая же позиция с плечом 10 даст примерно тот же результат. То есть вот такая вот симуляция, такие вот у нас доходности получаются. Ну а как насчет стоимости, так на другие коины. Ну, соответственно, биткоин кэш, самый такой вот яркий пример. Тут есть точно такая же логика. Можно понять, что цена 51 процента хэш мощности сети биткоин кэш составляет не 300 миллионов долларов, именно во столько бы обошлось бы приобретение необходимого майнингового оборудования, а всего лишь 250 биткоинов или 2 миллиона долларов, согласно сегодняшнего курса, в случае переключения майнинга с биткоин на биткоин кэш. Соответственно, в качестве примера, если майнер биткоина с 14 процентов общего хэша переключается на майнинг биткоин кэш, то он получает 51 процент общего хэша сети биткоин кэш, то снижает стоимость атаки до 250 биткоинов или, как мы говорили, 2 миллиона долларов в день. По биткоин голд точно такой же расчет, только если учитывать его алгоритм, тут идет переключение с сети Zcash на биткоин голд и идут соответствующие похожие вычисления. Ну и, соответственно, в заключении автор говорит о том, что он показал, как можно прибыльно атаковать криптовалютную сеть с капитализацией в 2 миллиарда долларов на примере эфир классик, имея всего 1,5 миллиона долларов, и как можно банкротить ее, имея 55 миллионов, и получить при этом очень существенный профит в размере 1 миллиарда прибыли. Надеюсь, данный расчет оказался полезным для вас в качестве примера и расширил как минимум ваш кругозор для тех, кто интересуется криптовалютой и все, что с ней связано. Ну а мы двигаемся дальше. Ну и следующая новость носит рекомендательный характер и подходит тем, кто хотел бы использовать вложенные деньги в биткоин, при этом не продавая сам биткоин. На данный момент не все знают о возможности взять в пользование необходимую сумму денег, оставив под залог свои биткоины. Такая услуга сейчас очень популярна среди майнеров, аналитиков, блогеров, всех тех, кто зарабатывает на криптовалюте. Возможностей рассчитываться на прямую криптовалютой в большинстве случаев нет пока. Поэтому очень часто приходится переводить биткоин и фиат, чтобы совершить покупку. Но, так как биткоин очень привлекательный актив для инвестирования, не очень хочется продавать его в неподходящий момент. Особенно невыгодно, если приходится продавать биткоины во время коррекции. Учитывая то, что биткоин очень волатильный актив, сегодня вы можете получить одну сумму, а через неделю это уже будут совсем другие деньги. Но хуже обстоят дела у тех, кто купил биткоин на пике. И теперь в ожидании следующего подъема цены хранят криптовалюту мертвым грузом. Чтобы найти выход из этой ситуации, можно использовать биткоин как залог, а не продавать его. Таким образом у клиента есть возможность пользоваться деньгами. А биткоин будет храниться в это время на мультисик адресе. Например, если кто-то хочет совершить крупную покупку, и для этого достаточно ваших накоплений в биткоинах. Таким образом вы можете получить деньги на текущие потребности или заново их реинвестировать, не лишая себя прибыльной долгосрочной инвестиции. Кредитование фиатной валютой под залог криптовалют могут предложить сейчас только не банковские компании. В их число входит несколько китайских криптобирж, работающих на их местном рынке. Крупная японская финансовая корпорация, которая с 1 июня запустила выдачу кредитов в иенах под обеспечение биткоина. А также несколько ICO-проектов, которые предоставляют свои услуги только на австралийском и американских рынках. Для русскоязычных пользователей услугу кредитования под залог биткоина предоставляет новый проект P2P-биржа Bitterest. Как работает, собственно говоря, данный проект? Платформа Bitterest выступает своего рода посредником между кредитором и заемщиком. И обеспечивает безопасную площадку для заключения сделок. Механизм кредитования простой и не требует много усилий. Вам нужно зарегистрироваться на сайте btrs.com. Для этого понадобится всего лишь ваш e-mail. Оставить заявку и указать удобные для вас условия кредитования. То есть сумма, срок, процентная ставка и способ получения денег. Заложенные биткоины хранятся на Multisic адресе, для доступа которому нужно два приватных ключа. При совершении сделки и заемщик, и кредитор создают приватные ключи. Еще один есть у Bitterest. Когда срок договора подойдет к концу, биржа передаст свой ключ одной из сторон, в зависимости от соблюдения условий кредитования. Если возникнет спорная ситуация, сервис выступит в качестве арбитра и выдаст биткоину только после доказательства правоты одного из участников сделки. Таким образом, задача заемщика установить наиболее приятное для него условие кредита. После размещения заявки, ее выберет пользователь, которому подойдут условия. Он отправляет вам напрямую деньги, а Bitterest обеспечивает выполнение операций и выступает своего рода гарантом сделок. Если вы не вернете деньги с учетом процентов, то доступ к залогу, то есть к вашим биткоинам, получит кредитор. Чтобы взять кредит, надо установить следующее условие. Сумму и валюту, срок, на который вы хотите взять деньги, есть возможность взять даже на один день. Процентную ставку за год и способ получения денег. На данный момент доступны следующие способы. PayPal, WebMoney, Kiwi кошелек, Яндекс.Деньги, перевод на карту и международный банковский перевод. Очень важный параметр – это дисконт от стоимости залога. Что это? Дисконт, предоставляемый в качестве залога биткоин, оценивается дешевле рыночной стоимости. Если дисконт 30%, то полученная сумма денег будет равна 70% стоимости биткоина. Соответственно, чем выше дисконт, тем ниже риск закрытия сделки по Margin Call. Margin Call наступает, когда залог по текущему курсу становится равен сумме, которую заемщик должен выплатить кредитору к окончанию срока. В этот момент сделка закроется, и задолженность кредитору будет погашена за счет залога. Следующий шаг. Необходимо создать приватный и публичный ключ для сделки или загрузить самостоятельно. Из вашего публичного ключа далее будет создан мультисик адрес для хранения залога. Следующий шаг. Необходимо пополнить обеспечительный баланс, с которого за размещение каждой заявки списывается плата в размере 0,5% от суммы. Таким образом, вы подтверждаете наличие у себя биткоинов, необходимых для залога. Четвертое. Необходимо разместить заявку на платформе. Пятое. Получить подтверждение от кредитора. Шестое. Перевести биткоины в залог на мультисик адрес. И седьмое. Получить деньги от кредитора в течение суток. Когда кредитор отправит деньги, наступает кредитный период. На странице заявки начинается обратный отчет до окончания срока. Вся необходимая информация по кредиту доступна на странице заявки с разделом «Финансы». Клиент может размещать и принимать неограниченное количество заявок. Какие данные важны во время кредита? В первую очередь, это мультисик адрес, на котором находятся биткоины. Их наличие можно проверить по ссылке на блокчейн-инфо. Реквизиты суммы, которую требуется вернуть кредитору и сколько осталось времени до окончания срока. Текущую стоимость залога по курсу биткоина. Стоимость залога при маржин колл. Ну и следующие рекомендации от разработчиков данного сервиса. Рекомендация следующая. Дисконт рекомендуют выставлять не менее 30%, а во время коррекции лучше даже и 50%. Если текущая стоимость сравняется со стоимостью маржин колл, наступает закрытие сделки. Но клиент всегда может погасить кредит досрочно, чтобы избежать вынужденного погашения кредита за счет залога. Соответственно, используя битрест, клиентам больше не надо продавать биткоины. Можно будет взять кредит под залог, взять деньги в пользование и продолжать холдить свой биткоин, таким образом совершая долгосрочные инвестиции. По моему мнению, очень такой интересный сервис. Кому понравилось, ссылка будет в описании. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Встретимся в следующих обзорах. Продолжение следует...